МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Черно-белая политика или нежелание разбираться в деталях? Протесты, которые организовала непарламентская оппозиция в ответ на изменения избирательной системы, вызвали неоднозначную оценку общественности. Впрочем, вопросы к организаторам задают и сами участники протестов, не понимающие, зачем их вывели под румынскими флагами. Своим видением происходящего с нами решил поделиться наш сегодняшний гость Федор Гелич, председатель общественной организации «Моя Молдова». Здравствуйте! Итак, ваши наблюдения. Делитесь, что порадовало, что огорчило, что заставило задуматься в ваших наблюдениях вот этого протестного мероприятия, организованного так называемой непарламентской оппозицией? Вы знаете, политиков, я их прекрасно понимаю. Когда тонет корабль, когда ты уже не имеешь абсолютно политических резервов и запасов, все боезапасы выпустил, патронов не осталось, и цепляется за любую идею, бредовую, неважно, лишь бы как-то вывести людей под любым предлогом, под любым флагом, лишь бы защитить личные интересы. Меня удивляют не политические выпады этих политиков, меня удивляет сам народ. Я вам скажу открыто. У меня была встреча с президентом. И что мне понравилось, во второй части нашей беседы, он мне задал вопрос. Что вы думаете по поводу смешанной системы, которая сегодня обсуждается? Вот как вы воспринимаете вообще, как вы думаете? Я ему рассказал одну историю, очень быстро расскажу, которая произошла со мной. В начале 80-х годов в Советском Союзе Горбачев объявил потепление, так называемую перестройку. Тогда предоставили возможность выдвигать депутатов Верховный Совет СССР из коллектива. Я тогда был сектором комитета комсомола воинской части, в Кишиневском гарнизоне. Нас всех собрали в гарнизоне, выдвинули, естественно, наши генералы, полковники, все наши элита воинская. Надо же все-таки подыграть Горбачеву. У нас перестройка, вот народ выдвигает своего кандидата. Ну и генералов, да. И выступает генерал, там вот предлагается, а в зале сидят гарнизон, офицеры, прапорщики, солдаты, предлагаются, выдвигают народные депутаты СССР, так, генерала Пупкина, Залубкина и так далее. Вдруг встает сержант Новосад, я помню, что он у меня был группкомсоргом, а я был старший прапорщик, секретарь комитета комсомола, освобожденный, неназначенный. Меня избрал воинский коллектив и говорит, я предлагаю включить в список нашего секретаря комитета комсомола, нашего вожака, Гелича Федора Васильевича. Это была инициатива снизу? Это да, это в зале, я даже сам не знал, что такое, кто выкинут номер. Но в стране же объявили народу, вы вправе выбирать своих избирателей. Вот встал, парень образованный, техникум закончил. Замешательство надо было видеть в президиуме. Сидят все генералы, толстопузы насупились, но объявили же перестройку и пишут, записывают мою фамилию. Ставят на голосование. Я был в шоке. 97% это Лощенова, знаете Лощенова, она была там председателем, секретарь Фрунзенского райкома. Партии, она эту историю все знает. Ставят на голосование 97% офицеров, прапорщиков, солдат в гарнизоне проголосовали за меня. Я был в шоке. Меня выдвинули впервые в моей жизни. Я не был политиком. Я был просто вожак. Я за своих солдат боролся. Боролся против пьянства в армии, боролся за справедливость, защищал своих солдат. Я это делал искренне. Я не пил, я не курил никогда. И говорил на партийных собраниях, как наши офицеры пьянствуют, как оскорбляют солдат, унижают, пьют на полигонах, подрывают, это надо правду говорить, подрывают воинскую боеготовность нашей армии советской. Это расклябанность была. Это и не надо это отрицать. Я всегда вел такую жизнь, всегда по жизни такой был неспокойный. как Гайчук сегодня мне все время спрашивает, говорит, никак не могу понять, как ты с таким характером еще служил в армии. Но я был такой рожденный. Борьба за справедливость для меня была моей лексикой. Но я впервые столкнулся, когда после того, как меня выдвинули народные депутаты СССР, простые люди, солдатики наши против меня, Слава, Вячеслав, началась такая армада. Начали меня обливать генералы, вот, это дешевая авторитет, Дагелич такой-секой. Но ничего не могли сказать, потому что я не пил, не курил день и ночь солдатами. Я семью не видел свою, только с ними был. И я, когда увидел, впервые я понял, что такое политика. Я понял, что меня просто смешали с грязью, только потому, что меня не назначили начальство, а избрал простой народ. И я начал бороться. Я дошел до Москвы. главный политическое управление Советской Армии в партийную комиссию. Знаете, почему я победил? Потому что мои солдатики ночью в казарме сотни солдат подписывались и писали в ЦК у Министерства обороны жалобу и требовали меня защитить, меня и их народного избранника. Я об этом рассказал президенту. Евгений Николаевич, самая большая награда в жизни любого человека, особенно политика, это когда тебя избирают простые люди. Самая большая ответственность в твоей жизни, когда тебя избирают простые люди. И вы не принадлежите сейчас ни партии социалистов. Вот президент сейчас слушает, я впервые, но я не открываю ничего тайного, это был наш разговор. Вы не принадлежите уже партии социалистов сегодня, забудьте о партии, вы принадлежите всем людям, и гомосексуалистам, и все, кто у нас живет в нашей стране, вы сейчас их президент. Вам нужно забыть о партийной принадлежности, и тогда вы почувствуете, что вы избраны народом, и не бойтесь ничего, потому что вас защитит ваш народ, который за вас голосовал. У нас был такой разговор, и меня поражает, когда народ и в социальных сетях, и вот пошли за этими политиками, не поняли, что впервые за нашу политическую жизнь, Молдовы, 26 лет, людям дают право, изберите с вашего района, региона, Дон-Дюшен, вашего человека, который будет перед вами ответственен, и вы с него сможете содрать шкуру, вы с него сможете спросить. при Советском Союзе, если вы помните, может, вот, люди моего возраста помнят, у нас были депутатские комнаты, то есть каждый депутат ехал к себе в район, в Кривляны, в Аргееве, в Дон-Дюшанах, и люди знали, что если они сталкиваются с беспределом, беззаконием, беззаконием чиновников, властей, они знали, что они шли в депутатскую комнату к своему депутату, который имел время приема граждан, который защищал их интересы. Сегодня этого нету. И когда я общаюсь с людьми, я им начинаю рассказывать, люди понимают, да, вы правы, потому что это из моей жизни опыта, то, что я через это прошел. И поймите правильно, вы на сегодняшний день в парламенте, когда вы нужны депутатам, тогда партиям вы нужны, когда предвыборная кампания. Но потом, на время мандата, до 4 года, вас никто видеть и слышать не хочет. А между вами и депутатами сразу стенка, бронированные машины, черные лимузины, и вы не знаете, кому идти и спросить. Я далеко не надо ходить нашему гимпу, борцу за справедливость. Сколько раз я писал официальные письма, звонил, дом Михай, есть вопрос, надо встретиться, по вопросу касающий муниципи Кишнев. Никак не могу добиться встречи, ну, вроде бы, я, как бы, скандальная личность, и не первый раз встречаюсь с ними, но, вы понимаете, я... Может быть, чересчур для них скандальный? Нет, ну, что значит скандальный? Если я говорю правду, значит, я скандальный, понимаете? Чем мне нравится Додо? Вот, раз была встреча, вторая была встреча. У меня в армии один начальник политоотдела, который был еще ветераном Советской войны, сказал мне мудрую, не поговорку, а учение, которое я взял за основу и всю жизнь я с этим иду. Вот он мне сказал такой, Федор, слушай, комсомол, он меня комсомолом называл, запомни одну жизненную важную мысль, если ты хочешь в жизни принять мудрое решение, научись слушать мнение рядового солдата. Я-то тоже президенту сказал. Ирина Николаевич, если вы будете слушать мнение, вы президент, вы принимаете решение, вы несете ответственность, но если вы будете спрашивать простых людей, простую женщину-пенсионерку, доярку в каком-то хозяйстве, поймите, поверьте мне, я своего опыта знаю, я, конечно, жизнь прожил, все-таки, я больше в политической жизни, чем президент, он молодой, но он энергичен, он молодец, он стремится это все познать, но ему нужно помочь. И когда я вижу наших избирателей, которые выходят тупо, не понимая, что их используют, и их просто ведут к стойлу, как овец, и они не понимают, что у вас отняли на протяжении 25 лет, вы не были у власти, вы ничего не могли сделать, вы не могли повлиять на власть, впервые вам дают возможность, чтобы вы могли влиять через своих представителей регионов, и к которым вы сможете его отозвать даже. Я вас не понимаю, вам дают возможность управлять страной, и вы отказываетесь. Я встречался с одним дедушком, честно вам скажу, когда вчера мероприятие, это было вот эти трое умирающих политиков, которые организовали, и я, ну скажите, объясните мне, Хохол один попался с севера, привезли его, ты что сюда пришел? О, Федор Васильевич, мы вас бачили, вот мы вас не бачим по телевизору, хорошо, что вы сегодня меня пригласили, то они переживают, где я. Я говорю, опять вверх последний тюрьмой? Я говорю, да нет, говорю, все воюю. Смотрите Акчент. Да, Акчент ТВ смотрите сегодня. Я говорю, что вы пришли сюда? Да, сказали, седаем, едем у Кишинева, выбьем у Кишинева по жбанке пива и приел назад. Выпили? Вы понимаете, люди понятия, скучно в селе, жарко, поехали на комфортабельных автобусах к Кишиневу. Люди даже не понимают, что их просто использовали, извините, как некоторый эротический предмет. Их просто выбросят. И когда начинаешь с людьми разговаривать, и я рассказываю случай с моей историей, для меня это была самая большая награда в моей жизни. Мне народ, обычный, простой народ выдвинул и доверил решать их вопрос. Я говорю, вы людей таких ищите, у вас там есть. Знаете, что он мне сказал? Федор Васильевич, в конце нашей беседы. Все уехали. Гарние наши хлопцы уехали. Лишелись алкоголики, пенсионеры и больше никого не мая. Вот это вторая трагедия. И я об этом сказал Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, идея отличная. Ее надо было внести еще в самом начале образования нашей Молдовы, потому что мы ввели эту пропорциональную систему партии, но каждая партия это СРЛ. Это кто утвердил, тот и хозяин. Я партию открыл, значит, все будут думать, плясать и танцевать, как я скажу. Ведь принципа демократии в партиях нету. Нету свободно, чтобы члены партии могли выдвигать альтернативные кандидатуры там в президенты или на другую какую-то должность. И если бы тогда смешанную систему и народ бы сам избирал прямым голосованием, мы бы сохранили интеллектуальную нашу часть общества. Ведь посмотрите, произошла деградация, ведь уезжают лучшие люди. И дай Бог, чтобы мы сейчас среди оставшихся людей нашли тех способных вести за собой народ, тех умных сообразительных интеллектуалов, которые еще есть. Я боюсь, что их уже нету. Я коротко пример. У нас я даже Зина Гречан разговаривал по поводу одного консилиума в районе. Вы понимаете, принимают решение консилиум, сидят консильеры, выдвинутые от партии коммунистов, там же не персонально выдвигались, а от партии. Мы говорим партию, подразумеваем Воронин. Раз ты от Воронина, значит ты умный. Там же как подход, вы знаете как, раз ты от Воронина, значит ты такой же умный, как Воронин. Выдвинули, вот сидят примар, мафиозник, самый, что не есть, мошенник с 20 уголовными делами, сейчас таскают по судам. Давайте заберем собственность у того-то. Принимают решение, признать, вот допустим, вашу корову, вот здесь корова, понравилась примарь корова, признать вашу корову не соответствующий стандартам села. Не хочу именем опять назвать, то опять обидится Майя, да, что ее именем корову назвали, но признать корову собственностью примарей, вы понимаете, и все тупо голосуют, не думая, что есть законы, есть у нас понимание какое-то, деградированные личности, в результате судебного разбирательства суд отменил решение примарии консилиума, тупого консилиума и взыскать все затраты с примарии, но ведь взыскивают не с кармана примарии, а с бюджета этого населенного пункта. Я об этом рассказывал Зина Петровна, Зина Петровна, это катастрофа. Она говорит, Федор Васильевич, у нас такая ситуация по всей Молдове. Вот что я бы хотел сказать, что мы поздно приняли эту избирательную систему, потому что людей в районах, вообще в нашей стране умных, которые способны логически мыслить, которые способны посвятить свою деятельность политическую ради народа, а их нет. Вот для меня сейчас вопрос, где мы возьмем, ведь уехало очень очень много, и уехали не тупые, а умные люди уехали. Поэтому я хотел бы сказать тем, кто сегодня поддается на эти призывы этих политиков, ну, это умирающие политики, и я хотел бы сказать этим оппозиционерам, ребята, вам предложили смешанную систему, если вы против нее, значит у вас в партиях нету ни партии коллектива серьезного, значит у вас нету даже выдвинуть кого-либо в непартийных людей, у вас нету значит тех лиц, которые бы сегодня привлекли избирателя, и избиратель бы доверился, у вас нету таких, вот чего вы испугались. То есть таким образом есть знак равенства, что у вас нет и поддержки. Конечно, вот и все, перспективы у вас нет. Честно вам скажу, ваш коллега Дима, Дмитрий Чубашенко, я его знаю, знаю он как замечательный журналист, но я вчера на него смотрел, мне его стало жалко. Он умер, как личность он умер, ушел в политику, да еще в таком сценарии участвовать, в этой грязи и вообще тандема, знаете, невозможно скрестить бульдога с носорогом или слона и моськой. Ну вот кому-то удалось смотреть за вчерашний процесс. Ну вот Майя Санду, Настаси и наша партия Усатый, ну и вообще это уникальное явление в природе, чтобы их скрестить, что получится, что за декабрас получится, если их трех скрестить. Ни по идеологии, ни по взглядам, ни по геополитическим взглядам, по электорату, они абсолютно, абсолютно никак не совместимы. Но вот это вот, это даже, вы знаете, это не вчера выход, вот этот на протест ихний, он даже смысла никакого не имеет. Это уже, знаете, истерика. Это уже агония, когда ты уже умираешь, и у тебя последнее, что остается, ты пытаешься зацепиться, хотя твой финиш, он уже окончательно определен, и все, ты уже труп. но вот попытка удержаться, при этом ты используешь самые грязные технологии, используешь простых людей. Готовьте себя так выбором, вот давайте, готовьте своих лидеров по регионали, в регионах, готовьте свою партию, подготовьте, покрасьте губы, оденьте брючки, галстучки, похудейте, чтобы вы понравились народу. Вместо того, чтобы это делать, они пытаются, ну я скажу вам так, это и хорошо, что они это делают, это они себе просто забили вчера гвоздь в гроб. Вот все, это моя точка зрения. Понимаю. Ну, я более чем уверен, что перелистнули очередную страницу истории, политической истории, современной Молдовы. Я бы сказал, что даже немножко поздновато, надо было это раньше делать. Я понял ваше мнение, ваши аргументы, единственное, что мы все живем, питаемся оптимизмом в отношении того, что удастся найти достаточное количество кандидатов в одномандатных округах для того, чтобы могли партии себя реализовать и в этом смысле, то есть, или политические люди, политические активности смогли бы себя реализовать и в этом направлении. И может быть, даже это создание смешанной избирательной системы кого-то заставит задуматься, что он делает сегодня за пределами нашей страны. Может быть, стоит вернуться сегодня на родину и попытаться помочь своей стране, занявшись активной политической деятельностью, попытаться, ведь смотрите, сегодня есть возможность создать одномандатные округа в Приднестровье, сегодня будут избирать своих кандидатов и диаспора. То есть, соответственно, это как раз те люди, которые будут возвращаться на родину. Владимир Вячеслав, это очень в хорошем смысле, ведь уехали те, кто уже не верят никому и ничему. Они не верят в первую очередь политическим партиям. Они даже не хотят слушать больше. Но то, что сегодня власть и президент поддержал, предоставили возможность тем, кто разочаровался не только за границей, но и у нас, у нас же огромное количество людей не участвовало в выборах, потому что они не верят никакой партии больше. У них появилась теперь возможность и задумались, ребята, а ведь мы же теперь можем выдвинуть кандидата своего. Да, кого знаешь лично, кому знаешь. лично. Мы знаем вожака, мы знаем такого-то человека. И вот это как раз послужило тому, что у них вспыхнул тот огонек надежды, который потух. Это важный аспект этого события. И никто об этом не подумал, что мы сегодня зажгли или может быть добавили кислороду тому затушеному огоньку, который уже все тухнет, который никому уже не верит. Нет никакой надежды. Вот что мы сегодня сделали. Мы людям вернули веру. И вот теперь это очень сложно. Они еще не верят, что так будет. Я разговариваю с людьми, общаюсь, они еще не верят. Я говорю, вы поймите правильно, вы теперь имеете... Я вам больше скажу, я с сыном разговаривал, он у меня с семьей в Италии уехал. Я говорю, Андрей, выдавай твою кандидатуру. Сын Гелича выдвинут диаспору Италии. Я честно говорю вам, вперед! Они задумываются, они не верят, что такое возможно. Теперь возможно. Вы понимаете, они еще не могут осознать, что так сегодня можно сделать. А Приднестровье, я уверен сто процентов, что политики Приднестровья, конечно некоторые будут давить, что они же это для них это но через народ, через обычных простых людей. Кстати говоря, это очень важная схема, по которой можно сблизиться с Приднестровьем. Выдвинут и проголосуют и он будет в парламенте сидеть в Приднестровье, но он будет в парламенте Молдовы. Это впервые у нас такого еще не было. Вот что нам дала смешанная система. Это я говорю для тех дебилов, политиков я имею в виду, сегодня людей и начинают там предателем. Слушайте, я избирателям закройте Майю Сандру где-нибудь всех троих в одну клетку и не выпускайте пока выборы не проведем. Ну это ваше мнение. я как обычно не представляю никакую партию, я представляю себя как обычно граждан нашей парламенте. Ну вот корни вот такого недоверия в сегодняшней политической системе мне кажется еще подпитывает ситуация, которая сложилась благодаря противостоянию президенту и сегодняшнему парламентскому большинству. Ведь смотрите сегодняшнему парламентскому большинству вот буквально последний пример сегодня прозвучало 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 заявление о необходимости вывода миротворческих сил из Приднестровья. Это заявление прозвучало с трибуны парламента партия социалистов покинула зал заседания потому что в принципе голосовать за подобное точно не будут а проголосовали либерал-демократы либералы ну и так сказать демократы и в этом я например вижу для себя главный аргумент против вот этих выкриков которые происходили звучали вчера там ведь смотрите по факту это нет вот такой политической дружбы как в чем упрекают сегодня президента и партию социалистов и борьба продолжается и вот эта борьба вот это противостояние законодателей я имею ввиду парламентское большинство и противостояние президента этому большинству оно ведь тоже внушает некий пессимизм для тех кто готов например проявить свой политический характер но тем не менее вот он думает ну в этом противостоянии вдруг мы ну в общем-то не будем знать как правильно сориентироваться в том числе в смысле даже как как реализовывать свои политические интересы интересы тех избирателей которые за них проголосовали выдвинули и вот этот пример который ну вот связан с преднестрованием он подтолкнул еще и к мысли что ведь смотрите это это пессимизм недоверие рождается подпитывается тем что вот за этими заявлениями есть ну некий замах на то чтобы этот конфликт вышел за пределы страны ведь налаживается довольно успешное взаимоотношение между президентом Игорем Дадоном и российским президентом Владимиром Путином налаживаются какие-то бизнес связи речь идет так сказать не просто об обмене какой-то бизнес информации а возможности сотрудничества об возможности снова вернуться полноценно на российские рынки и в то же время министр иностранных дел европейская интеграция Андрей Галбур так сказать выступает с заявлением о том что ну непозволительно например чтобы там военные самолеты которые будут привозить Рогозина ну связанные с этой годовщиной вступление в силу договора между Мирча с Негром и Ельциным об организации миротворческих операций здесь на Днестре то есть вот вот это все как раз и подпитывает почву где берут силу корни пессимизма недоверия сегодняшней политической ситуации в Молдове вот как быть здесь этим людям как правильно сориентироваться не то чтобы сориентироваться где взять оптимизм и уверенность в том что получится вы знаете я считаю что речь идет не о Додоне речь идет о самом институте президентства я в определенный момент в 14 году 30 ноября когда я воевал с бандой филата когда меня закрыли в тюрьму когда против меня такое дело фабриковали что я продаю людей до сих пор спрашиваешь кого я продал до сих пор мне уже заинтриговали все молчат я тогда когда увидел что народ вышел на выборы и проголосовал за эту же банду опять в парламенте вы знаете тогда я пришел домой накинулся на жену и заявил все я сегодняшний день я выступаю за объединение с Румынией это было основано на таком разочаровании в избирателях я не понимал людей я за вас в тюрьме сидел я за вас боролся за банк боролся ведь то что я сказал все произошло и народ вы меня сдали вы меня предали я на жену накинулся вы молдаване она у меня молдаванка вы меня предали понимаешь и тебя предали и меня предали конечно были эмоции это было возмущение это было ненависть это все вот это вот что внутреннее у нас есть у меня обостренное чувство справедливости когда я увидел что мы наконец-то получили право избрать президента всенародным голосованием это только 50% решения вопроса к сближению к народному народовластью будем так говорить это только половина то что мы сегодня избрали до дона президента это только 50% решения вопроса мы решили теперь ему надо дать полномочия и я всем говорю не падайте духом а вот мы избрали все и он что ничего не может делать спокойно спокойно не спешите осенью будет референдум и мы народ должны дать ему полномочия что сейчас мы можем спрашивать президента мы не можем у нас нет юридического не человеческого фактора основания спрашивать с него за что-то мы его избрали мы ему дали автомобиль но ключей от автомобиля не дали он что будет толкать этот автомобиль со своей охраной ему надо дать ключи а чтобы дать ему ключи надо осенью прийти на референдум и дать ему полномочия а потом с Игоря Николаевича и полномочия тебе дали и президента тебе избрали мы с тебя будем снимать всем шкур и вот народ наш действительно ну вот мы избрали а что мы избрали когда вот мы ничего не можем делать я говорю вы знаете я народ понимаю и честно вам скажу я тоже не такой фраер-герой у меня тоже паническое состояние разочарование но утром встаешь на себя разозлился а ну-ка вставай вперед в бой я каждое утро иду как на войну понимаете это надо я тоже подвержен как все люди разочарованию но я знаю одно что нам нужно завершить этот процесс осенью дать президенту все полномочия вот тогда у нас будет полностью все права спрашивать него Игорь Николаевич а теперь давай отчитывайся что касается этого Приднестровья я это к чему начал говорить люди действительно на сегодняшний день многие разочарованы и ждем осени нетерпением я всем говорю давайте не спешите не спешите идем осенью осенью дадим себе полномочий президент я вообще сторонник президентской формы правления я честно вам скажу я не верю в эту демократию это все фигня должен быть глава государства за все должен ответить как отец родной семье что касается вывода войск Приднестровья ну я я прекрасно понимаю и то большинство которые сегодня в парламенте ведь они когда были избраны они были избраны и с той с той этот того периода времени когда обокрали банк когда аэропорт забрали когда нас обчистили как этого как кролика шкурку сняли они же самые сегодня остались у власти чтобы не утонуть они должны служить кому западу запад бабло дает деньги дает я сто процентов уверен что председатель парламента неплохой парень но он себе не принадлежит Канду должен делать заявление которое дают запада убрать войска из Приднестровья извините господа но мы же не ставим вопрос уберите военную базу США из Румынии мы же не ставим так вопрос поэтому на сегодняшний день понятна их реакция она обусловлена теми указаниями которые дают сегодняшним большинству парламент но ведь это большинство это же не избранные народы они же не являются избранными народами абсолютно мы в таком составе не выбирали перемешалось уже они уже друг с другом переспали сотню раз но мы же не избирали их в таком составе поэтому я считаю с моральной точки зрения они не имеют права представлять наши интересы поэтому на сегодняшний день для меня единственный кто полноправный в юридическом аспекте и в моральном есть глава государства неважно кто фамилия и глава государства который я участвовал в выборе и поэтому Игорь Николаевич на себя взял очень сложную функцию вы знаете что такое быть президентом всей Молдовы у нас же такой глубокой противоречи в обществе и на языковой основе и на геополитической и на политической в общем этот винегрет его нужно собрать всех вместе посадить за один стол в один зал а это же самая сложная процедура это и те плюют на тебя и те плюют те кричат что ты спишь с теми те кричат что ты спишь с теми и он стоит посередине и все на тебя плюют и те и те порою когда ты хочешь примирить две враждующие стороны ты всегда воиноват во все виноват те тебя винят те тебя винят поэтому я ему как человеку как главе государства не завидую и поэтому он старается сегодня и он принимает правильную позицию максимум дипломатия нельзя ни в коем случае в Приднестровье сейчас вызывать эти агрессии нельзя делать такие заявления я уже честно скажу Игорь Николаевич Игорь Николаевич я не открываю тайну я думаю он нам не обидится вы должны завтракать в Кишиневе обедать в Тирасполе ужинать в Камрате каждый день шашлыки кушать мне плохо станет ничего ради государства надо это делать это есть принцип демократии нельзя на ножах ничего не решишь на ножах абсолютно насильно заставить жену спать с тобой в постели ничего ты кайфа никакого не получишь только на любви на согласии и это огромная работа поэтому все это пройдет самое главное в этом процессе чтобы сам народ не терял разум чтобы думали своей головой своими мозгами я часто говорю ребята всю информацию которую вам дают с ящиков телевизионных ящиков вы как жевательную резинку берите в рот жуйте все сладко и забирайте а что осталось выплюните ни в коем случае нельзя глотать но у нас народ все глотает вот вся проблема ну по поводу демократии вот хочу процитировать одного из своих гостей который отсылает так сказать в далекий 1943 год тегеранская конференция Сталин и процитировал воспоминания Сталина которые звучат примерно так мне товарищ Черчилль объяснил что такое демократия демократия это власть народа власть американского народа ну это вот такое вот раз уже упомянули демократия кому служить люди не понимают что такое демократия демократия для меня лично это все-таки народ контролирует должен власть вы обратите внимание две секунды вспомнил мне настолько это понравилось Трамп встретился с Путиным два часа десять минут обрати внимание переводчик был не Трампа переводчик был Путина а кто его знает а может Трамп был агент ФСБ мне кажется надо пожалеть Трампа не было возможности кому-то доверить обратите внимание американцы не спят до сих пор они не могут понять что такое два с лишним часа о чем говорил Путин потому что переводчик то не был а переводчик это самый ответственный самая засекреченная личность и как сейчас спросишь переводчика Трампа Трампа ты не имел переводчика то есть был переводчик Путина агент Путина но вы знаете в чем эта история мне понравилась народ Америки хочет знать о чем говорил Трамп вот то же самое должно быть у нас в Молдове с чем мне нравится Додон что он постоянно в социальных сетях общается с людьми отчитывается о своей семье это меня восхищает это я несу ему я его хлопну и хлясну когда-нибудь если что-то не так будет но мне нравится то что он открытый с людьми он общается нравится тебе не нравится жутко ненавижу тех которые яд выпускают и начинают это же не люди это нормальные люди и он очень правильно делает мы должны знать что он делает мы должны знать какие у него дети сколько тем какая жена вот я до сих пор Додона жену не знал а сейчас повесил у себя поставил на столе в этом офисе портрет Додона его жены жена ваша не ревнует не 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 так я заставил Додона попросил чтобы он лично на обратной стороне поставил подпись подтвердить что это его жена то есть вы понимаете он доступный он открытый он открыто общается он советуется точку зрения спрашивает и все не попад и все никому не нравится вот понимаете проблема уже не в президенте у нас проблема в избирателях уже но судя по тому количеству людей пришедших на это вот на эти протесты ну я могу осмелиться сказать следующее ну нет такой массовой поддержки у этих политиков а есть наоборот массовая поддержка сегодняшнего президента сегодняшняя парламентская оппозиция которая ведет себя достаточно последовательно и знаете обратите внимание перебежщиков нет и это главное достоинство сегодняшней партии социалистов это то что это ну знаете ядро команда которая я вам хочу сказать мне нравятся две команды это команда у демократов и команда у социалистов вот те умеют себе или покупать или я не знаю какими они убедить убеждают я не знаю но умеют вот это тоже хорошее качество понимаете ну я считаю что когда мы выбирали и я считаю что это огромное предачество своих избирателей я вам рассказал в начале как я через что прошел когда тебе народ доверил и проголосовали за партию коммунистов 24 депутата и сейчас Владимир Николаевич остался с женским гаремом 6 человек там там еще есть Олег Мессель еще вы понимаете это это оскорбительно мы же выбирали 24 они так и должны были умереть по исходу мандата 24 в прямом переносном смысле не в прямом смысле поэтому я сегодня за смешанную систему видимо к сожалению очень многих я знаю я при Филате это по постоянному Филату в лоб говорил и много что я ему говорю он не слушал чем закончилось что нужно помнить всегда всегда помнить любому депутату любой партии что за тебя голосовали люди и ты должен постоянно на протяжении всего мандата общаться с простыми людьми вот как сейчас делает Додон он ездит по всем селам он встречается с людьми он слушает мнения это должны делать все депутаты в том числе социалисты Федор еще у моих коллег достаточно свежи воспоминания вашего выступления на пресс-конференции в Галерканах вы так сказать ярко обратились к президенту ко всем присутствующим отдельно так сказать товарищам преднестровцам господам преднестровцам так бы сказать меня возбудило что они не поняли что президент сегодня не только наш но и ихний у нас в Молдове пятый президент и принадлежит и ихний их интерес защищает вот это меня возбудило что они это не понимают понимание приходит со временем вот и вы тогда заявили о том что ну бросите свои личные силы вообще хотите чтобы создалась система защиты чести и достоинства президента вот на ваш взгляд уже под занавес программы вот как должно формироваться или должна формироваться защита чести и достоинства главы государства вы знаете я тогда обратился с предложением чтобы выступили в парламенте с инициативой введение в уголовный кодекс статью по защите чести и достоинства президента у нас он глава государства кто бы он ни был меня очень возмутило поведение экс-президента Румынии который оскорбил и я как избиратель как ответственный человек активный гражданин я считаю что я защитил президента моего моего почему потому что я за него проголосовал и если сегодня фамилия вылетела у меня президент бывший Румыния Басецко господин Басецко позволяет оскорблять президента Молдовы он оскорбил меня поэтому мы потребовали прокуратуры в уголовном кодексе нет но есть в административном кодексе привлечение к административной ответственности и мы получили ответ впервые в истории что прокуратура генеральная передала прокуратуру муниципе Кишинел и нам дадут ответ какие меры согласно закона приняты к господину Басецку должен знать свое место вот и все но считаете что нужно как-то усилить в законодательстве эту норму я в начале я считаю что вы знаете мне говорят вот а как же мы не путайте пожалуйста критику ты можешь критиковать ты можешь соглашаться ты можешь высказать свою точку зрения но не переходи красную черту оскорблять человека не только главу государства но и человека научись дискуссировать научись разговаривать слушать мнение выскажи свое мнение но не переходи черту когда уже переходит на личное ясное оскорбление вот это моя точка зрение я буду ее придерживаться и всеми имеющими средствами я буду защищать не только главу государства но и себя понимаю ну и вот еще одна тема которую хотелось бы коротко с вами обсудить буквально сегодня суд сектора Буюкань подтвердил достоверность подписи которые отдали кишиневцы в поддержку референдума подставки столичного мэра Дарина Киртака вы кстати поставили подпись конечно я вместе с женой под ручку взялись как 18 лет и пошли проголосовали вы знаете я скажу такую фразу меня жалко честно говоря мне его жалко его дядя родной использовал его как презерватив видите это не вульгарное слово ведь по нашей молдавской политике вообще в политике очень короткий период жизни вот для мэра города он уже определен тоже правилами жизни два периода ты был два периода он так и не стал мэром это все понимают он выбран той радикальной частью антироссийской прорумынской неважно хоть библиотекарь хоть гинеколог но наш и по такому принципу избрали Кирток но меня поражает его дядя который зная чем закончится судьба его племянника пустил его под бульдозер виноват сам гимпу и Киртока плохо кончит потому что там невыдуманное дело я его знаю понимаете есть факт отмывания ведь нанесли ущерб горожанам всем нам кто живет в городе отмывают деньги вот такими тендерами я три года был председателем комиссии притарливи по контролю расхода бюджетных денег я знаю очень много отдельную передачу сделать эту тему я знаю схемы как это все делается и поэтому думал Киртока должен был ну неудачный и не женился и бедный короче его родной дядя уничтожил как мужика как политика и как человека я бы на его месте сейчас вот сейчас если услышит он смотрит наверное акцент передачи и с хороших побуждений с человеческих побуждений напиши заявление подай в отставку и скажи своему дяде до свидания и разорви все родственные связи с ним вот его больше станут уважать все кто его окружает и те кто к нему относятся негативно за его поступок жаль что он сам не понял что его родной дядя сдал ну скорее всего он чувствует себя таким последним ряду там в обороне либеральной партии может поэтому я не хочу говорить что он тупой но видимо он так ничего не понял если даже одноклассник Гомрецкий уже сотрудничает со следствием это уже факт ты сами понимаете результат такого сотрудничества тот честно украл и честно признался а Дарин Киртока таки не понял что его подставили и он до сих пор это не понимает мне это поражает вот просто поражает не хочу говорить о его личной жизни но видимо его первая жена поняла первую брачную ночь с кем она имеет дело это очень лично поэтому не будем продолжать я в моральном аспекте имею ввиду я понял Федор спасибо вам за эту встречу будем дальше следить за тем что происходит в нашей стране вместе обсуждать надеюсь что поможем нашим согражданам разобраться в происходящем самое главное чтобы люди сами поняли и не позволяли манипулировать собой да это главное вы смотрели программу персональный акцент у нас в гостях был председатель общественной организации МОЛДОВа Федор Гелич следите за эфирами мы работаем для вас МОЛДОВа